Всем привет! С вами Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на сумасшедший коктейль из Робекки и Дракулауры Дракубеку. Кукла продается в коробке, присущей коллекции Freaky Fusion. Она черного цвета, покрыта молниями, зигзагообразной формы. В общем-то, эту коробку я уже не раз показывала вам в обзорах на гибридов Freaky Fusion. На передней стороне коробки есть указание, что кукла принадлежит серии Freaky Fusions. В эту серию входят четыре куклы, которые представляют собой слияние известных нам учеников, а вернее учениц Школы Монстров. И только Дракубеке удалось покорить мое сердце и попасть ко мне в коллекцию. Она представляет собой слияние Робекки с Тим и Дракулауры. На кругленьком арте нам решили наглядно показать, что Робекка плюс Дракулаура равно вот такой вот немного обалдевший от происходящего создания. Ну и, кстати говоря, девчонки находятся как раз в вихре машины времени. Точно такой же арт есть с задней стороны коробки. Я заметила такую фишку, что на арте у персонажей часто накрашены ногти, вот и у Дракубеки они накрашены. Но у кукольных версий, к сожалению, ногти никогда не накрашены. Также на задней стороне коробки есть часть анкеты этого весьма своеобразного персонажа и краткое содержание мультфильма и коллекции Freaky Fusion. Напоминаю, что монстряшки нашли машину времени и путешествовали на 200 лет назад к истокам Монстр Хай. А на обратном пути эту машину времени, видимо, заглючило, и некоторые персонажи слились в одной, сформировали вот таких вот комбинированных монстров. Интересно, по какому принципу сливались монстряшки? Почему именно Дракулаура и Робекка? Это случайный выбор или у этого есть какая-то будоплека? В общем, заинтриговали нас очень сильно. Все тайны нам раскроют в мультик, который выйдет в октябре этого года, и я его очень жду. На выступающей части задника есть завлекающая информация о том, что два монстра слились в одно. В комплектацию куклы входит желтая расческа, желтая подставка. В этой коллекции производитель решил порадовать нас вот такими яркими цветами. Также в комплектации есть дневничок и зонтик. Задник коробки, на фоне которого расположена кукла, представляет собой кабинет монстряшного профессора, где находится машина времени. И Дракубека как будто бы вынырнула из этого вихря машины времени и немножко обалдела, что она и Дракулаура, и Робека одновременно. Дневник Дракубекки представляет собой комбинацию записей Робекки и Дракулауры. Даже обложка двухцветная. Левая часть обложки медного цвета, любимого цвета Робекки, а правая часть обложки розовая, любимый цвет Дракулауры. Сами записи частично написаны почерком Дракулауры, а частично напечатаны машинке Робекки. На передней стороне дневника по традиции есть обращение. У меня пойдет пара из ушей, если ты прочитаешь мой дневник. Напечатала Робека, и это сведет меня с ума, добавила Дракулаура. Внутри дневника, как я уже сказала, есть записи Робекки, записи Дракулауры. На последней страничке дневника по традиции есть анкета, причем графа «Обо мне» перечеркнуто слово «мне» и написано «О нас». Каждый пункт анкеты, точно так же как и записи, написан либо Дракулаурой, либо Робеккой. Причем текст иногда не умещается в строчке, такое ощущение, что каждый из персонажей внутри Дракулауры пытается нам побольше рассказать о себе. Из дневника я узнала шокирующие новости. Оказывается, мастерская чокнутого профессора, машина времени, все это принадлежит отцу Робекки, Хексика и Стиму. Как же я сразу об этом не догадалась? Монстряшки путешествовали по катакомбам, в общем-то по своим делам, они искали мастерскую отца Робекки и понятия не имели, что найдут там машину времени. И даже сама Робека не знала, что ее отец мастерил машину времени. Также из дневника я узнала, что обе девушки, и Робека, и Дракулаура, испытывают некий дискомфорт от слияния и, в общем-то, не очень ему рады. Но Дракулаура пытается найти положительные стороны и радуется хотя бы тому, что она слилась с вежливой и очень вдумчивой Робеккой, которая ей нравится. А еще она радуется тому, что они хотя бы не застряли там, в прошлом, 200 лет назад, потому что Дракулауре уже не нравится мода тех времен. В свою очередь Робека винит себя в произошедшем, у нее часто возникают проблемы в управлении ее реактивными сапожками. Девчонкам становится трудно скоординировать свои действия. Если в обычной жизни мы делаем что-то не думая, то теперь девчонкам приходится думать о каждом своем действии, напрягаться, и в итоге все это приводит к хаосу. Дракулаура пытается успокоить Робека, ведет ее в кафешку, пить имбирный чай, и вместе они решают обратиться за помощью к гибридам, новым монстрам в школе, которые уже родились комбинированными и знают, каково это. В итоге гибриды им реально помогают, девчонки начинают действовать как слаженный механизм, у них все начинает получаться, и только они все настроили, как добрые монстряшки, узнают, как же разъединить их, и все, девчонки возвращаются в нормальное состояние. Ну и как можно догадаться, после того, как их разъединили, девчонки сразу забыли все проблемы и невзгоды комбинированной жизни, и им взгрустнулось. Робека очень давно не видела отца, ей бывает одиноко, поэтому она стала скучать по Дракулауре в своей голове, которая вдохновляла ее летать еще выше. Да и Дракулауре стало грустно, она часто вспоминала, как они с Робеккой куда-нибудь опаздывали, врубали на полную мощность свои реактивные сапоги, и в итоге успевали. В общем, работа в команде и преодоление трудностей сблизило девчонок. Последняя запись дневника посвящена тому, что девчонкам надо спасать Фрэнки. Вот так, с корабля на бал можно сказать, только от одной напасти избавились, как нужно выручать Фрэнки. Но я уверена, что добрым монстряшкам все по плечу, и у них все получится. А теперь давайте пройдемся по анкете. Как я уже говорила, Дракубека представляет собой смесь Робекки и Дракулауры, соответственно, ей 116 и 1600 лет. Причем Дракулаура в анкете отмечает, что они потрясающе сохранились для своего возраста, и я не могу с ними не согласиться, нам бы так сохраниться. Их родители выдающиеся и уважаемые джентльмонстры, граф Дракула и сумасшедший ученый. Причудливый недостаток слияния заключается в том, что Дракубека очень вежливая. Конечно, вежливость сложно назвать недостатком, и папа Робекки всегда говорил, что хорошие манеры это ключ к слаженной работе общественного механизма. Но проблемки начинаются, когда два вежливых монстра пытаются пропустить друг друга вперед. Сначала один пропускает, потом второй, в итоге они идут вместе, застревают, и начинается волна извинений. Извини, не ты меня извини. И это может продлиться очень долго. И я думаю, что у Робекки и Дракулаура внутри Дракубекки бывает такая проблема. Они друг друга там пропускают, никак не могут скоординироваться. Вот такие бывают проблемы от вежливости. Любимое занятие Дракубекки это смеяться, улыбаться и воодушевлять всех вокруг. Как мы помним, это любимое занятие досталось ей от Дракулаура. Только теперь она смеется, улыбается и воодушевляет всех, выполняя при этом дьявольские крутые трюки при помощи своих реактивных сапог. После общения с гибридами, после того, как они помогли девчонкам, Дракулаура вошла во вкус полетов. У нее стало получаться очень здорово. Она и раньше, конечно, летала, но только прямо и горизонтально. А теперь она научилась делать разные крутые трюки при помощи реактивных сапог, переворачиваться и прочее, прочее. Про больную мозоль в анкете рассказывает Робека. Она говорит, что у нее и раньше были проблемы из-за постоянных опозданий, так как ее внутренние часы барахлят и плохо работают. Так теперь, вдобавок ко всему, она еще и в зеркале не отражается. Поэтому, когда она в попыхах собирается на учебу, у нее возникают некие проблемки с макияжем. Однажды, при подготовке к одному школьному мероприятию, Дракубека даже попросила капитана Пенни ее накрасить. Но так как он видит мир черно-медным, она немножко переживает, потому что Дракулаура любит розовые оттенки в макияже. Дракубека вегетарианка. Она любит кушать фрукты и овощи. Но также она добавила в свой рацион немного угля, потому что это полезно для ее механизма и тоже по-вегетариански. А еще она любит попить чайку с добавлением железной стружки. Вот такая получилась комбо-анкета полувампира-полуробота. Если так вдуматься, то робот-вампир это очень неординарное сочетание. И как мы видим, у этого сочетания есть и преимущества, и недостатки. Убийственный стиль Дракубеки заключается в смешении стилей стимпанка от Робекки и розовых всплесков от Дракулауры. Причем у меня ощущение, что стимпанк взят за основу, но при этом он прокачан огромным количеством рюшек, сердечек и всяких таких милых деталей, что я бы даже назвала его няшный стимпанк. Давайте рассмотрим куклу подробно, и да, приготовьтесь к передозировке сердечек. Мерцающая кожа Дракубеки представляет собой сочетание металлических пластин с заклепками, как это было у Робекки. Но цвет не медный, а розовый, и достался он от Дракулауры. Если приглядеться, то можно заметить, что заклепки у этих пластин выполнены в форме маленьких сердечек. Ну что ж, сердечная эпопея начинается. Я предлагаю посчитать, сколько раз я буду упоминать сердечки, пока делаю обзор куколки. Итак, это было упоминание номер один. Молд лица, то есть его кругленькая форма, досталась Дракубеки от Дракулауры. Как и у Робекки, у куколки есть заклепки над бровями и по периметру лица. Заклепки сердечки. Радужка глаз Дракубеки выполнена в форме шестеренки, как у Робекки, но цвет глаз фиолетовый, как у Дракулауры. Макияж выполнен в фиолетовых тонах. Фиолетовые тени обрамляют глазик. Также имеется молочного цвета тени под бровью. Ресницы у куклы есть и с верхней, и нижней части глаза, а нет черного цвета. У куколки ярко-коричневые, достаточно широкие брови, без явного изгиба. Милый, слегка вздернутый носик. Красное сердечко под левым глазом, которое досталось от Дракулауры, но выполнено в форме шестеренки, под стать Робекки. Мне очень нравится эта маленькая деталька ее лица. У Дракубеки красивые, пухлые, красные губки с белыми клычками. Куда же без клычков, ведь это главная вампирская деталь. А Дракубека взяла от Робекки и Дракулауры самые явные и самые основные их черты. Я слышала, что некоторых Дракубек обделили клычками. Я так и волновалась, когда увидела свою, и я очень рада, что у нее с этим все в порядке. В общем, лицо у малышки очень милое и, как мне кажется, очень доброе. Прическа кукли по ходу дела досталась от Робекки. Это черные, волнистые, длинные волосы, очень приятные на ощупь, достаточно густые, волос у куколки много. Отличительной чертой ее прически является наличие контрастных придей розового и бирюзового цвета. Вот они есть на затылке куклы, а также есть такие прядки с передней стороны. Соответственно, бирюзовый цвет символизирует Робекку, а розовый Дракулаура. Обратите внимание, что это прядка бирюзового, такого светлого цвета, не такого яркого ультрамаринового, как у Робекки. Голову Дракубеки украшают стимпанковские очки Гоглы. Но, конечно же, они выполнены в стиле Дракулауры, то есть в форме сердечек. Сердечки также есть на боковинках. Очки оснащены антенкой, которая в данном случае направлена вверх, а не загнута, как у базовой Робекки. И в конце антенки есть маленькое сердечко. Очки можно снять с куклы. Их дужки представляют собой ремешки. Можно одеть очки на глазки куколки. Это выглядит вот так. А теперь, освободив куколку от очков, давайте посмотрим ее прошивку. Я заметила, что между передними прядками и основной частью волос есть как будто бы пустое пространство. Это, видимо, из-за того, что волосы были разделены очками. И такое ощущение, как будто у нее здесь немножко лысина. Наверное, нужно просто волосы как-то смешать, чтобы этого больше не было заметно, потому что смотрится странно. Но вообще у куколки с прошивкой все хорошо, не переживайте. У Дракубеки заостренные ушки вампира. Их украшают длинные сережки, за основу которых взяты сережки базовой Робекки. Это шестеренки и часики, соединенные цепочкой. Только в данном случае одна шестеренка и часы в форме сердца, и их украшают крылышки летучей мышки. Сережки на обоих ушках одинаковые. Платье у Дракубеки цельнокройное, и это снова микс. Любителем розового и черного является Дракулаура, а Робекка предпочитает синие и медные оттенки. От Робекки этому платью достался аксессуар Натали Турнюр. Корсетный и верхняя часть платья также очень напоминают по стилю платья Робекки. А вот расклешенный низ платья больше напоминает стиль Дракулауры. Верхняя часть платья, а также объемные рукавчики выполнены из черного кружева. Далее идет розовый лифт. На пузике есть вертикальные полосы розового и бирюзового цвета. Соответственно, бирюзовый символизирует Робекку, а розовый Дракулауру. С задней стороны верхняя часть платья полностью розовая, и видна липучка, поэтому платье можно снять. Аксессуар Наталии называется Турнюр. Я про него уже рассказывала в обзоре на базовую Робекку. В этот раз турнюр медного цвета. По своей форме он напоминает мне паутинку. Здесь, конечно же, есть сердечки. Есть большое сердечко в середине, по бокам сердечки. И с задней стороны есть три больших сердечка, причем это крепление. И расстегнув их, турнюр можно снять с куколки. После того, как я сняла аксессуар Наталии, очень хорошо видно юбочку. Это слегка расклешенная юбка бирюзового цвета, и она украшена многочисленными андиковинными рисунками. Здесь мы видим точечки, всякие загогулинки и, конечно же, сердечки, по периметру представляющие собой шестеренки. Мне очень нравится такой вот замысловатый рисунок, очень классно смотрится. Также подол юбки отделан розовыми рюшами и черной сеточкой. Изящные крылья Драку Бекки гармонируют с ее сережками, аксессуаром Наталии и зонтиком. Они очень красивые, с витиеватыми загогулинками и, конечно же, украшены сердечками. Этакие крылья летучей мыши в стиле стимпанк. Крылья легко снимаются с куколки и легко обратно вставляются вот в эти отверстия. За основу сапог Драку Бекки взяты сапоги базовой Робекки, только выполнены они в черно-розовом цвете, то есть в любимом сочетании цветов Драку Лаура. Подошва и каблук представляют собой реактивные двигатели, только в этот раз они украшены паутинкой. Турбинки на каблуке выглядят более выпуклыми, чем у базовой. Я даже не знаю, может быть, это половинки сердечек, в общем, не очень уверена, что это такая за деталь. Еще одна отличительная черта то, что вот эта застежка выполнена не только в форме шестеренки, но и в форме сердца, а также окрашена в контрастный розовый цвет. Причем окрашена она только с внешней стороны сапожка, а с внутренней стороны она черная. Сапоги также имеют заклепки, шнуровку с передней части. Сложный механизм этих сапожек по бокам также имеет украшение в форме сердечек. Выступающие части, которые выполняют функцию крыльев, в данном случае напоминают мне крылышки летучих мышек. В верхней части сапоги отделаны рюшами, которые напоминают мне загогулинки крыльев летучих мышей. Вот так выглядит платформа и каблук с нижней стороны, честно говоря, я ожидала увидеть там сердечки. С задней стороны сапоги имеют разрез и легко снимаются с куклы. Дополняет образ Дракубеки аксессуар в виде зонтика с рюшами, но при этом в стиле стимпанк. Как вы видите, зонтик весь дырявенький, поэтому цель его чисто пофорсить, покрасоваться и никакой практической функции он уже не несет. Потому что Дракубеки, в отличие от Дракулауры, не нужно прятаться от солнышка и мазаться защитным кремом в 500 пунктов. Ручка зонтика представляет собой черный загнутый жгутик с летучей мышкой посередине. Сам зонтик выполнен в стиле стимпанк со множественными рельефами и витиеватыми узорами. Верхушка зонта представляет собой сердце-шестеренку, но при этом это еще и часики. С другой стороны тоже есть циферблат. Зонтик якобы сделан из металлических пластин, но при этом он резиновый, поэтому легко сгибается. С внутренней стороны у зонтика нет никаких рельефов, если не считать вот эти малюсенькие точечки. Кстати, зонт состоит из двух частей и легко разъединяется. Чтобы разглядеть тонкости тела Дракубеки, я ее разделала. Под одежку Дракубеки я нашла пластину в форме сердца на ее груди. Точно такая же есть у моих Робек. Как я уже говорила, тело состоит из пластин с заклепками. Я заметила, что размер заклепок на теле Дракубеки крупнее, чем на теле у Робеки. Здесь они практически незаметны, маленькие точечки, а здесь они сделаны такими большими, видимо, для того, чтобы лучше можно было рассмотреть форму сердца. Шуруп на теле Дракубеки выполнен, конечно же, в форме сердца. Любители шестеренки на ножке Робеки могут огорчиться, у Дракубеки шестеренки нет. Я заметила, что у всех моих Робек, и у базовой, и у Дракубеки пальчики на ножках как будто бы склеены между собой и выглядит не очень реалистично. Если взять ножку любой другой монстряшки, то мы видим, что там явно выделяется большой пальчик и пальчики хорошо прорисованы. Как мы помним, у базовой Робеки есть такая суперфункция, у нее можно вот так сгибать ножку. У Дракубеки таких возможностей нет. Ее ножку можно сгибать только обычным способом. И еще у Дракубеки нет рельефа на трусишках. Она как будто бы голенькая. Если вам не надоели сердечки во время этого обзора, то Дракубека определенно ваша кукла. Она нежная, забавная, причудливая, и в ней столько всего намешано, но это не кажется каким-то перебором или бескусием, потому что мы помним, что она результат причудливого слияния. И она должна быть странной. А знаете, было бы прикольно, если бы питомцы монстряшек тоже смешались в вихре машины времени. Представляете, был бы пингвин, летучая мышь. Расскажите в комментариях, что вы думаете о Дракубеке, какое у вас сложилось мнение. Или, может быть, у вас есть какой-то другой любимый персонаж среди слияний. Напишите, пожалуйста, кто это. Мы с Дракубекой прощаемся с вами. Чаще улыбайтесь, любите котиков. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!